Сайт Джорнлс Лайф. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Гудина Татьяна Викторовна. Я являюсь профессором кафедры дефектологического образования Череповецкого государственного университета. Разрешите представить статью, написанную совместно с Денисовой Ольгой Александровной, доктором педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой дефектологического образования, директором ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа по обучению лицу ВЗ и инвалидностью на базе Череповецкого государственного университета. Ильихановой Ольгой Леонидовной, кандидатом педагогических наук, доцентром кафедры дефектологического образования, заместителем директора ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа по обучению лицу ВЗ и инвалидностью на базе Череповецкого государственного университета. Тема нашей статьи «Инклюзивная культура как показатель готовности специалистов ВЗов к сопровождению инклюзивного высшего образования». Эффективность инклюзивного высшего образования определяется разными факторами, в том числе состоянием инклюзивной культуры сотрудников ВЗов. Целью ее оценки как интегрального показателя инклюзивной компетентности и личностной готовности на базе ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа по обучению лиц с ВЗ и инвалидностью Череповецкого государственного университета было реализовано наше исследование. В нем приняли участие 1680 человек, прошедших обучение в РУМС СЗФО ЧИГУ с 2017 по 2023 год и опрос по оценке уровня инклюзивной культуры. Репрезентативная выборка представлена 200 сотрудниками 28 ВЗов. Выявлено, что инклюзивная культура является результатом профессионального и личностного развития. Ее уровень имеет отличие в зависимости от вида профессиональной деятельности и различается у представителей администрации, преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Обучение по теме инклюзии положительно влияет на личностную готовность к инклюзии. Однако инклюзивная компетентность имеет существенную вариативность характеристик и демонстрирует необходимость психологической и методической поддержки сотрудников ВЗов в вариативной их подготовке. Это следует учитывать не только при проектировании программ дополнительного образования специалистов, но и построении стратегии развития ВЗов в сфере инклюзии. Полученные данные показывают необходимость систематического обучения сотрудников ВЗов по вопросам инклюзии, а также актуализируют требования к вариативной подготовке специалистов инклюзивного высшего образования с учетом имеющихся ресурсов и дефицитов. Выделенные в процессе исследования болевые точки позволяют обозначить вектор направления работы по проектированию содержания подготовки специалистов в ВЗе к работе в условиях инклюзивного образования. Спасибо за внимание.